Всем огромный привет! Сейчас у меня уже вечер, приходящий в ночь. Я пытаюсь записать несколько тегов подряд, поэтому, возможно, вы увидите эту вышивку не один раз. Так как я сейчас не имею возможности просматривать видео на ютубе, у меня загружается видео, которое я снимала сегодня вечером. Это мой рукодельный дневник. И поэтому я пытаюсь провести это время с пользой, как я уже говорила в предыдущем теге. Впрочем, я не знаю, увидите ли вы оба тега, увидите один из этих двух, или, может быть, вообще не один. Но давайте не будем философствовать на эту тему, а сразу перейдем к самой сути. Итак, тег от феи-мастерицы, который называется «Блогер тоже человек». Если вам интересно повышевать вместе со мной, то оставайтесь. Итак, первый вопрос. Вы считаете себя больше блогером или рукодельницей? Однозначно, рукодельницей и в меньшей, в гораздо меньшей степени блогерам. Я бы, может быть, даже не занималась выкладыванием видео на ютуб, если бы можно было как-то по-другому получить общение с другими рукодельницами и рукодельниками. Так как, в принципе, я и стала выкладывать видео только по этой причине. А блогером я себя не считаю вообще никак, потому что моей задачей не является снять какой-то супер-пупер качественный ролик, который завоюет Оскар на очередном кинофестивале. Мне просто хочется поделиться опытом, мне просто хочется показать свои продвижения, свои работы, обсудить это с другими вышивальщицами и посмотреть, над чем работают они. Следующий вопрос номер два. Сколько у вас подписчиков? Вы считаете ли вы это большой цифрой? Я, честно говоря, сейчас не могу сказать с точностью до человека, прямо сколько у меня подписчиков. Но мне кажется, что где-то уже больше шести тысяч. И, конечно же, я считаю это большой цифрой. Я даже себе представить не могу, честно говоря. Вот столько людей одновременно. Сколько это? Это прямо как митинг, который слушает, наверное, твое выступление с трибуны. Ну, с другой стороны, эта цифра постоянно растет, потому что я уже не первый год выкладываю свои видео, но, естественно, находятся те люди, которым моя подача материала близка, им это нравится, и они подписываются. Поэтому вот как-то так. Третий вопрос. Сколько времени вы в среднем тратите на снятие видео и на монтаж? Ну вот, так как я, в принципе, не блогер и не ставлю своей целью, скажем, снимать видео с какой-то там периодичностью или доводить свои видео до совершенства, я обычно снимаю по вдохновению. У меня всегда есть, что показать и о чем рассказать. У меня не бывает такого, что вот нет идеи для съемки, вроде надо что-то снять, а идеи для съемки нет. Как раз наоборот. У меня всегда есть, что рассказать, что показать, но бывают такие ситуации, когда нет вдохновения. Ну, либо какие-то проблемы в жизни появились, либо еще какие-то нюансы. Поэтому... Но поделиться хочется. То есть все равно возвращаешься к съемке видео, даже после небольших простоев. Я обычно снимаю видео с первого дубля, чаще всего с первого дубля, несмотря на то, что даже есть какие-то, может быть, повторы, несмотря на то, что я местами заговариваюсь. Я, конечно, пытаюсь вырезать то, что у меня получается вырезать, пользуюсь при этом самой элементарной программой, которую предоставляет YouTube. Поэтому, ну, вы сами можете сделать вывод, какой из меня блогер. То есть я совсем не блогер. Следующий вопрос. Существуют ли у вас границы личного пространства между подписчиками? Или вы делитесь обо всем, что с вами происходит за кадром? Ну, конечно, я не делюсь обо всем, что со мной происходит за кадром, потому что у меня рукодельный канал. Как бы мне даже было бы, наверное, я бы не смогла вести другой канал, кроме как рукодельный. Я не считаю нужным выставлять абсолютно всю свою жизнь на показ. Как-то даже я сама не люблю такие видео. Меня интересует только видео, связанное с вышивкой непосредственно. Поэтому я даже себе сейчас представить ситуацию не могу, когда я выставляю видео о своей жизни, о всей своей жизни и обо всем, что со мной происходит за кадром. Нет, это, наверное, не для меня. Следующий вопрос, пятый. Отвечаете ли вы на все комментарии? Да, я отвечаю на все комментарии. Бывают, правда, случаи, когда комментарии, вот, не знаю, либо YouTube начинает менять какие-то свои настройки или еще что-то, и начинаешь трудом что-то находить. Какие-то комментарии почему-то не приходят на них оповещения, либо они где-то там затерялись среди других комментариев. Если вдруг я на какой-то комментарий не ответила, то это не значит, что я специально на него не ответила. Это значит, что я его, скорее всего, не увидела. Следующий вопрос. Обижают ли вас плохие комментарии и дизлайки? Здесь вопрос. Нет, дизлайки меня не обижают. Мне даже интересно. Как бы это определенный отклик. Может быть, поначалу было не очень приятно получить дизлайк, но это наше воспитание, когда мы, допустим, очень плохо реагируем на оценку, негативную оценку. На ней, наверное, все достаточно плохо реагируют. Никто от этого не радуется. По этому поводу не радуется. Но на ютубе дизлайки имеют точно такой же вес, как и лайки. Поэтому здесь даже смысла как бы нет разделять эти вещи на две категории. Их можно просто приплюсовывать друг к другу. Поэтому, если вы очень чувствительны к дизлайкам, то плюсуйте их с лайками и воспринимайте это как реакцию зрителя на ваши видео. Плохие комментарии. Что значит плохие комментарии? Конечно, я не приемлю комментарии с ненормативной лексикой. Если вдруг такие проскакивают на моем канале, то я их просто-напросто удаляю. О комментарии в виде критики, каких-то критических замечаний. Но опять же, это все зависит от тона комментариев и от воспитанности зрителя, который посмотрел видео. Но мне очень понравилось выражение. Недавно совершенно я смотрела интервью с Александром Адабашьяном. Он сравнивает тех, кто высказывает критические какие-то замечания с евнухами, которые имеют большую теоретическую базу, но практики никакой. Поэтому, мне кажется, абсолютно бессмысленно писать или получать какие-то негативные комментарии, тем более, когда вас об этом не просят. Ну, потому что они не несут вообще ничего. То есть, они не дают никакого положительного эффекта, на мой взгляд. Следующий вопрос. Самый негативный комментарий и ваша реакция? Ну, я, честно говоря, не могу сказать, что я получаю какую-то массу негативных комментариев, чтобы я могла выделить какой-то самый негативный. Негативные комментарии я получаю достаточно редко. Ну, вот, я не знаю, один из последних, возможно, комментариев, которые, наверное, можно посчитать негативным, когда девочка написала, что наборы интересные, но слишком много говорите. Ну, вот, я, конечно, понимаю, что зрелый и взрослый человек такое вряд ли скажет, поэтому я думаю, что в данном случае это вот отражение нашего образования, в нашем воспитании, когда у нас культивируется оценочная система в образовании. Я считаю, что это не есть хорошо на самом деле, потому что это уже формирует такой взгляд на жизнь оценочный. А мне кажется, что идти все время с оценочным взглядом по жизни не очень удачная идея. В жизни все достаточно объективно. В жизни ничего нет плохого и хорошего, если уж хотите. Дождь не является ни хорошим, ни плохим. Он становится только от нашего отношения таким к нему. Если мы считаем, что дождь плохой, значит он плохой. Если наоборот мы радуемся, дождь, то он хороший. Понимаете, и поэтому все время насаждать вот этот оценочный взгляд на других людей, я считаю, это только мешает жизни. Кстати, вот наше образование грешит этим. Мне просто вспомнился сейчас случай из моей жизни, когда мы проходили практику англичан и, можно сказать, это повышением квалификации, курсами повышения квалификации. И мы давали уроки, которые оценивали преподаватели из Англии. И они никогда не ставили нам оценки. Они просто говорили, вот это, вот это, вот это. Вы сделали правильно, как бы, да, по системе. А вот над этим, над этим можно поработать. И вот однажды на одном из этих анализов одна из преподавательниц просто, наверное, достала его вопросом, а на какую оценку вообще вот этот урок тянет? На какую оценку преподавателю? Вы знаете, он просто вскипел. Мы не ожидали такой реакции от него. То есть мы настолько привыкли вот к этим оценкам, что мы удивились, когда он с раздражением ответил, что он не собирается нам сейчас выставлять никаких оценок. То есть для него это был стресс определенный, когда мы пытались из него выудить, потому что в итоге-то мы все равно сдавали экзамен и получали, соответственно, оценку от A до D. И нам было интересно вот такое выступление на занятии, такое занятие, какую оценку вообще может за собой повлечь. И мы были крайне удивлены такой реакцией со стороны преподавателя-англичанина. То есть почувствуйте разницу, что называется, в том, на что обращают внимание, скажем, наши педагоги и на что обращают внимание педагоги из Англии. Поэтому вот что говорить по поводу моей реакции? Ну, совершенно индифферентная реакция, но написал человек и написал. Я к этому отношусь таким образом, что, как вы понимаете, это выбор человека, сказать что-то хорошее или сказать что-то плохое. От меня это абсолютно не зависит, потому что совершенно одно и то же видео может вызывать противоположные реакции, диаметрально противоположные реакции. И как бы здесь никто не виноват. Это наша жизнь, это наше разнообразие человеческой природы, человеческой натуры. Поэтому вот моя реакция достаточно индифферентна на это. Если, конечно, человек начинает уже каким-то образом ругаться, то я буду просто удалять этот комментарий и всё. Вот и вся реакция. А так, да, пожалуйста, что есть, то есть. Следующий вопрос, восьмой. Бывали ли у вас мысли больше не снимать видео и закрыть канал? Нет, никогда таких мыслей даже не посещала. Вообще удивляюсь решению некоторых блогеров закрывать канал. Ну, хотя, как бы я же не могу влезть в чужую обувь или в чужие штаны. Я же не могу понять, как человек реагирует на события в жизни. Мало ли что может произойти, что может вообще побудить закрыть канал. Но у меня ни разу такой мысли не возникало. Мне это интересно. Мне интересно и смотреть видео других рукодельниц и уже возрастающее число рукодельников. И в то же время мне интересно и самой делиться. Как бы я тут ни с кем не соревнуюсь, я не ставлю для себя никакой планки. Это просто рассказ о моей рукодельной жизни. Вот и всё. Мои видео. Поэтому закрывать канал я не собираюсь. Следующий вопрос. Бывали ли у вас случаи, когда вы заводили дружбу с подписчиком? Ну, конечно. Наверное, если вы уже не первый день смотрите мой канал, то вы знаете, что с некоторыми рукодельницами мы стали достаточно близки, стали достаточно много общаться. И даже не только общаться на YouTube, но и встречаться, делиться какими-то проблемами и уже выходить за рамки, конечно, рукоделия. Поэтому да. Да. Про дружбу могу сказать, что да. Способствует. Открытие своего канала способствует расширению круга знакомых и друзей. Следующий вопрос. Десятый. Что вас всегда вдохновляет на съёмку видео? Вы знаете, на съёмку видео меня вдохновляет очень часто. Меня вдохновляют другие видео. Видео других блогеров. Вот просмотришь несколько видео подряд и хочется бежать и срочно что-то снимать. Некоторые говорят, меня вдохновляет природа или меня вдохновляют мои собственные процессы. Я не могу сказать, что меня вдохновляет природа на съёмку видео или меня вдохновляют мои собственные процессы, хотя порой это так и бывает. А порой бывает так, что у меня процессов много, они идут один за другим. И если какое-то время не снимать видео, то их накапливается уже много и я нахожусь в некой растерянности, и думаю, боже мой, ну что ж ты не снимаешь, ты же сейчас забудешь, что у тебя вот этот процесс закончился, ты уже его отложила куда-то. Или вот этот ты уже успела даже кому-то подарить, а ты ничего не сняла. Так что чаще всего, не кривя душу, могу сказать, что видео других блогеров меня очень вдохновляют на съёмку. Следующий вопрос. Что вы можете пожелать своим подписчикам напоследок? Напоследок подписчикам я всегда желаю, да и зрителям, это вдохновение рукодельного и вышивального. Вышивайте больше, вышивайте чаще, занимайтесь рукоделками, всё это очень интересно и очень стимулирует к съёмке видео или вдохновляет на съёмку видео. И двенадцатый вопрос. Кому бы вы хотели передать этот тег? Это достаточно сложный вопрос для меня, потому что, может быть, я не... я могу пропустить этот тег у тех людей, которых я смотрю, поэтому адресно я никому не буду передавать. Пусть уж... Потом я не хочу никого напрягать, то есть если кому-то передашь этот тег, то как бы ты обязываешь человека ответить на эти вопросы. А может быть, он не хочет на них отвечать, у него нет настроения или ещё что-то в этом роде, поэтому я не хочу никого, так сказать, подставлять. Есть такое хорошее выражение. И все, кто хочет ответить на этот тег, и, допустим, они услышали его в первый раз от меня, то я буду только рада, я буду только рада, если кого-то смогла вдохновить на ответы на эти вопросы. Всем большое спасибо, что заглянули, возможно, даже досидели, дослушали и что-то повышевали вместе со мной. И всем до новых видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok